Так, ну что, недолго я просидел дома. Мы только позавчера вернулись Женю из Турции и я решил поймать последние теплые деньки и съездить в короткий маршрут до Кутаиси, попробовать успеть посетить археологический музей в деревне Вани и попасть на горячие источники там рядышком и потом из Кутаиси уехать на следующий день на электричке до Кабулете. Так, вот мой сегодняшний конфиг. Значительно легче получился велик, потому что я взял гораздо меньше вещей. Я понял, что я вообще взял очень много всего, чем вообще не пользовался. Пришлось взять палатку, потому что в Турции палатку вез Женя, вот в остальном типа все стандартно, там пауэрбанки, зарядники, палатка, пенка, спальник, дождевики. Времени сейчас 10 часов без пяти, в 10 выйду. Километраж примерно сотка до деревни и потом плюс 18 до горячих источников, там где-то я переночую. Потом еще будет 40 километров от горячих источников до Кутаиси. Расписание электричек посмотрел, вроде как, если сайт не врет, то нормально уеду. В целом все, денег с собой беру стулар. Велик скрипит еще от турецкого песка, похоже. Все еще выезжаю из Кабулети. Сейчас подкачал колеса, по 40 качочков добавил. Едем дальше. Так, времени 11.05. До горячих источников показывает 82 километра, то есть где-то 20 22, где-то 24 я проехал, что отлично. Продолжаем, сейчас надо до отворота добраться, у берегалетия, на Супсу. И поедем от моря. Все, море осталось позади, едем в материк, на Самтрэйде. Маленький городок Супса, такая площадь. Несколько магазов, а там ЖД-ветка. Здесь я поеду обратно, надеюсь, на электрички с Кутаиси в Кабулете. Купил сейчас в магазине лаваш. Полкило печенек, рыбок соленых, две шоколадки, чтобы в дороге можно было перекусить. Так, ЖД-станция, вот она. Жизнь какая-то играет. Так, ладно. Короче, сейчас пиво дички еще и погоню времени. Без 10 и 12. Супсана. до Батуми пошел. Белись и Батуми. Небольшой перекур. Сейчас тут кольцо, развилка на Азургете и на Самтрэдю. Сейчас надо повернуть налево. Судя по навигатору, до источников осталось 58 километров. Времени половина первого. Хотел сейчас ехать без отдыха, но вот кольцо это меня смутило, поэтому остановился. Доехал до города Ланчхути. Большой город. Времени без пяти час. Такой классный сквер. Я нашел такую локацию. Сейчас будет у меня обед. По карте до источников осталось ровно 50 км. То есть половину я сегодня уже бахнул, а времени еще нет часа. Это очень хорошо. Но главное не перенатрудиться. Все, сейчас буду перекусывать лавашиком, водичкой. Выехал из Ланчхути. в час тридцать. Осталось 50 километров до источника. Еду по совершенно пустой дороге. Потому что рядом где-то, видимо, есть трасса дублер. загружено. Ни одной фуры, ни одной легковушки. Вообще никого. Привет! И это я во время монтажа этого видео. Хочу дать комментарий, почему из повествования пропал огромный кусок от дороги в город Ванни и археологического музея, заканчивая практически приездом в Кутаиси. Все дело в том, что моя флешка закончилась в камере в Гопрошке, а остальные флешки, которые были с собой, оказались медленными. То есть с ними Гопрошка не могла работать корректно. И писала только 10-секундные фрагменты. И пока я это не разобрался, не знал, в чем проблема, и пытался писать на телефон, пытался что-то писать на Гопрошку, и получилось очень сбивчиво. И поэтому сейчас будут фотки, какие-то немного сбивчивые ролики, которые я постарался привести в какой-то последовательный вид. И потом мы сразу перенесемся практически в Кутаиси, к хорошей флешке и к нормальной съемке. Спасибо! Так, апдейт. Я уже в городке Вани. У меня случилась беда с флеш-картами. Мне пришлось срочно покупать вообще весь запас флешек. Скупил, видимо, в городе Вани. Купил 2 по 8, потому что ни одна из тех, что у меня были с собой, не работала. И сейчас я нахожусь в археологическом музее, и это просто потрясающе, в общем. Вторая экспозиция за мостом. Что-то странное происходит с камерой, я не понимаю, когда она пишет, когда нет. И вот когда она перестала писать, ничего не понимаю. Я вообще люблю грузинские музеи, они суперкрутые. Археологический музей. И вот там есть экспозиция, с той стороны там тени падают. Просто офигенно, офигительно. Так, ну что, здоровенький, всем доброе утро. Спалось хорошо, тепло. Вокруг красиво, но есть один момент, проснулся от того, что вокруг стреляют, короче, со всех сторон. Вот, типа того. Так, ну что, времени 8-10. За час потихонечку собрался. Проезжала машина с какими-то чуваками, похожими на копов. Видимо, искали стреляющих. Вот. А мы, короче, под шумок под этот валим. Отсюда нафиг. Все здорово, конечно. Но сейчас совсем неприятно, когда со всех сторон шмалят и что-то не не камильфо. Все, сейчас меня ждет примерно 45 километров до Кутаиси. Да, до Кутаиси. Хотел сначала ехать до станции ЖД, которая находится намного раньше, до которой километров 18. Но время совсем раннее. А поезд вроде как в 4 часа дня, поэтому я не спеша поеду сейчас в Кутаиси. Погуляю, посмотрю. Может быть, куплю нормальную флешку. Все, погнали. Купальня выглядит вот так вот. Две ванны с разным температурными жидкостями. Аромат непередаваемый. Какая-то кабинка для переодевания. Чуваки из Германии в автодоме. Вот так вот. Все, валим на трассу. Доехал до от ворота на Кутаиси. Кутаиси туда. Встречный ветер, просто невозможно ехать. Вообще, еду километров 5, наверное, как пижоменду. Надеюсь, что сейчас мне будет хотя бы в Бог дуть. Судя по флагу, есть такая надежда. Не знаю, сколько проехал от источников. Едем в Кутаиси, короче, боремся с ветром. Невозможно. Из этих флешек все пошло по одному месту. Я даже не помню, где закончил нормально документировать поездку. В общем, я сейчас уже в Кутаиси. Я уже покушал. Я уже купил нормальную флешку, дорогую, скоростную флешку на 64 гига. И вот она вроде не обрывает запись. Вот сейчас времени ровно 12, ровно полдень. В 4 часа нужно приехать на вокзал, купить билеты. Почему-то билеты не продают до 4, только в 4 можно их купить. Поезд в 4.30. Сейчас у меня есть примерно, ну, скажем, 3 часа. Я сейчас, наверное, пойду в ботанический сад прогуляюсь. И попробую поснимать город пока вроде камера работает нормально. Сейчас учу такой план. купил билет до Кабулете. Если верить часам, если они идут правильно, через полтора часа должен выехать без 29 жесть. Поезд приедет в Батуми, но чуть пораньше Кабулете будет. Очень долго. Но зато не пешком. Вот так. Отвисочая окрестности ЖД вокзала города Кутаиси. То есть такая вот терраса с видом на город. Это памятник Давиду Строителю. Классно. Классный город. Мне бы очень понравился. Возможно, я хотел бы жить в подобном городе. Он сочетает черты Тбилиси, Питера. Какой-то очень такой потенциально душевный город. До поезда меж тем осталось чуть больше часа. Билет стоит 2 лари. Насчет багажа в виде велика нужно договариваться с проводником отдельно. В кассе не могут продавать багажные билеты вообще. Все в литричку. В направлении 15 минут. Застолбил два места. Все нормально. Так, ну что же, трип успешно закончен. Времени без почти 29 я дошел до дома. Могу констатировать, что электрички в Грузии чертовски медленные. Просто медленнее некуда. Медленнее только пешком. Но в целом, терпимо, под настроение. Вот, собственно, и все. Теперь осталось склепать из того, что удалось записать в нормальное кинцо. И можно готовиться к чему-то дальше. Все, всем спасибо. Это был поход, велопоход Кабулети Кутаиси. Вот так. Кабулети Кабулети